Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала Банковский. Наша сегодняшняя тема – как перевести кредит в другой банк под меньший процент. Другими словами, это называется рефинансирование. Рефинансирование – это как раз таки и есть возможность перевести свой кредит, то есть оформить новый, закрыв старый в другом банке под меньшую процентную ставку и на более выгодных условиях, если вы таковой нашли. Потому что не всегда изначально кредит можно получить на выгодных условиях под меньшую процентную ставку и ту сумму, которую бы вам хотелось бы. Потому что рефинансирование можно произвести с выплатой дополнительной суммы. К примеру, у вас сумма кредита действующая на данный момент 300 000 рублей. Вам нужно еще 200 000 рублей на какую-то дополнительную покупку. Но так как у вас уже есть один действующий кредит, второй кредит получить будет сложнее. Поскольку банк может посчитать, что вам будет большая финансовая нагрузка, так как вам нужно будет платить сначала один кредит, потом второй. И для этого придумали рефинансирование с получением дополнительной суммы. То есть вы, имея кредит в одном банке, можете подать заявку на рефинансирование в другом банке. Для этого вам необходимо будет подать заявку либо же онлайн на сайте того банка, в котором вы собирались произвести рефинансирование, либо же обратиться в отделение этого банка. Вам нужно будет с собой иметь реквизиты вашего действующего кредита, потому что многие банки соглашаются делать рефинансирование только сразу с указанием действующего кредита, чтобы банк самостоятельно переводил деньги в счет погашения предыдущего долга. Но бывают и такие ситуации, что вы просто подаете заявку на рефинансирование, а денежные средства самостоятельно вносите именно в погашение предыдущего кредита, а банку предоставляете справку о том, что ваш действующий кредит погашен. И сумма, которую вы получили, вы, соответственно, выплатили в кредит, а остаточную сумму, конечно, уже можете потратить на какую-то другую покупку. Какую покупку вы будете совершать, банк с вас спрашивать не будет. Поэтому, чтобы вам было понятно, переносить свой кредит в другой банк, это называется рефинансирование. Данную процедуру можно посмотреть на сайте любого банка. Рефинансирование также можно делать и в своем банке, но не факт, что в этом же банке вам будут более выгодные проценты. Более выгодно всегда делать рефинансирование где-то в стороннем банке, не в том, в котором у вас сейчас действующий кредит. Поэтому подготовьте комплект документов, который вам будет необходим. В основном это паспорт, копия трудовой книжки, справка о доходах 2 НДФЛ и дополнительный документ, либо там СНИЛС, ННН, пенсионное, водительское удостоверение. Все просто будет зависеть от суммы рефинансирования. И договор свой предыдущий от действующих, который сейчас у вас есть, для того, чтобы предоставить его в новый банк, где вы будете подавать заявку на рефинансирование. И после этого отправляете заявку, ожидаете решение банка. Если решение будет положительным, то перечисляйте денежные средства в действующий кредит и платите один только кредит в одну дату, а не несколько, если вы хотели, к примеру, еще дополнительную сумму. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал и всем до новых встреч. Пока-пока!